всем привет я хочу сделать такой короткий обзор на овсяную кашу овсяная каша с персиком есть много видов на самом деле стоит она но прям очень недорого покупаю я ее не первый раз скажу честно я не любитель овсянки вот ну допустим когда ездишь в долгие командировки вот типа вахта там где ты работаешь два-три месяца без выходных по 12 часов кушать начинаешь все и конечно же готовят там не в ресторане хотя даже ездишь ты не как рабочий да а как и тр то есть инженерно-технический работник соответственно вроде бы и кухня там получше и так далее но за два-три месяца все это приедается вот когда приезжаешь домой соответственно какой-то пищи привыкаешь видов данной каши есть много есть с абрикосом с малины с яблоком там клубника и кстати по моему все то есть буквально пять позиций состав хлопья сахар персик сушеный соль ароматизатор и собственно вот он весь состав калорийность на этот пакет на 100 грамм 310 килокалорий а масса здесь у нас идет 35 грамм собственно воды добавится будет еще больше ну наверно где-то 100 грамм наверное будет в принципе для завтрака в самый раз я обычно беру такую подобную кружку высыпаю пакет кладу ложку сахара закрываю ну блюдцем грубо говоря накрывая там какой-то крышкой скажем так и минут 5 она у меня ну размешиваю естественно минут 5 она где-то настаивается пока я там утром пытаюсь проснуться до делают там какие-то вещи определенные вот и все то есть каша достаточно вкусная давайте с вами вскроем пакет и посмотрим что внутри но собственно вот она наша овсянка да вот вот наш персик видно нет вот но несмотря как бы на это каша достаточно очень вкусная вот но ярко выраженный персиковый аромат то есть деткам в принципе зайдет нормально то есть я не ем ее ложкой я ее знаете как вот кисель залпом блин в себя можно сказать запихиваю как бы там чаем запиваю еду на работу давайте мы ее сейчас заварим как бы да но и собственно у нас завтрак надо что-то кушать примерно вот так вот выглядит да то есть но мутная водичка скажем так сейчас скажем так и зерна будут немного разбухать как бы да каша не требует варки в принципе она готова и вот накроем тарелочки минут пять подождем как бы да я добавил ложку сахара туда ну по вкусу и будем завтракать скажу сразу как бы но если было бы не вкусно я бы и не покупал поэтому как бы но я для себя выбрал там определенные вкусы которые я не всегда но периодически покупают поэтому ребят но я с вами поделился недорогим изделием которые реально можно покупать как себе так и детям в принципе вот которые стоят недорого по отношению там каким-то другим наверно производителям да ребят но я понимаю что среди нас найдутся люди которые но не признают какие-то недорогие вещи да пусть будет тот же самый пакет 35 грамм они готовы выложить там допустим и образно говорю там 35 тысяч рублей просто из-за того что они могут себе это позволить как бы ради бога как бы да то есть есть средства то есть мы немного повышаем свой уровень поэтому сегодня пьем пиво там за 30 рублей да а зарплаты повышем и пьем его за 50 поэтому колбаску кушаем за 100 рублей да соответственно потом и кушаем ее за 200 поэтому ребят это считается вполне нормальным а вот ну наверное собственно все подписывайтесь на канал готовить просто ставьте палец вверх нажимайте колокольчик чтобы быть в курсе всех новых событий видео пишите ваши комментарии то есть до свидания